парочку стен качнем нам нужно двойной проем качнуть потому что дверь то у нас бронированная но если до нее доберутся то скорее всего будут рубить двойной проем они и привет это третья серия второго сезона под названием месть самую серию я назову завязка так себе название конечно ну да не важно главное что внутри а внутри этой серии начнется хронология так будет нагляднее все развитие событий начну с конца прошлой серии 22 сентября в этот день мы совершили блинский рейд который был в прошлой серии ну и также в этот день я начал параллельно снимать и монтировать прохождение игры мэндевил династии средневековая династия здесь я упомяну один важный момент он был еще до этого рейда но дату я не помню так что расскажу о нем здесь еще в первой серии я рассказывал что после второго на меня рейда я переставил лестницы в свою базу с учетом особенностей защиты базы в сетевой игре на тот момент нам был доступен лишь вариант перестановки лестниц ну то есть мы подняли базу и поставили несколько лестниц к земле точнее к воде когда мы выходили из игры ту одну из них поднимали в воздух чтобы никто не смог добраться к нашей двери хотя все же иногда какие-то сумасшедшие приплывали чтобы спровоцировать нас на ближний бой первый раз мы даже на это повелись и чуваку очень повезло он зарубал нас по очереди тогда у нас не зарядил так как лестницу мы не опускали а просто прыгали к нему в воду следующий раз это сейчас на видео он пришел когда я был один но я уже на это не повел он был очень юрки но в итоге я все же добил его хэдшотом ну да ладно я отвлекся лестницы которые мы переносили были не очень удобны их было аж три штуки что уже много а мы собирались поднимать свою базу выше так как зимой к нам приходили по льду и доставали до нашего палат топорами летом приходилось поднимать только нижнюю чтобы можно было опускаться пониже для рыбалки а зимой приходилось поднимать одну верхнюю или две нижних чтобы не могли запрыгнуть со льда после поднятия базы таких лестниц стало бы еще больше я конечно вскоре перестал их стыковать друг другу а просто стоял чуть ниже чтобы можно было допрыгнуть и под другим углом чтобы они не растягивались далеко от базы но все равно они были большими и неудобными все они были фундаментами и опускались глубоко под воду при желании их всех могли бы раздолбать и мы не смогли бы попасть на свою базу нам сначала пришлось бы искать много гвоздей крафтить веревки доски и все эти лестницы за время установки всех этих лестниц нас могли бы запросто перестрелять в общем я решил установить одну внутреннюю лестницу к двери а к ней уже представлять фундаментную в этом случае если ее и разобьют то нам придется скрафтить всего одну или парочку в итоге я чуток поднял базу и установил к двери внутреннюю лестницу зимой я потестил возможно ли запрыгнуть на нее со льда из десятка или двух попыток мне этого не удалось ни разу я посчитал тест пройденным и оставил как есть 23 сентября в этот день я доснимал домонтажил и выложил первую серию прохождения мы дывал династии в это время котища скрафтил акваланг и наконец застроил вход в пещеру как мы и планировали сделать самого начала видео с этой застройкой к сожалению не осталось и ну да неважно там была просто огромная деревянная стена с дверью посередине мы даже не стали в итоге и бронировать так как под водой из оружия доступны лишь топоры и кирки а на такой глубине вряд ли кто-то станет тратить столько и кислородных баллонов не помню но кажется мы на всякий случай удвоили дверь 24 сентября ночью а точнее очень ранним утром я обнаружил у двери чье-то тело в нем даже оказался какой-то лут катища сразу заподозрил что кому-то удалось допрыгнуть со льда но я его успокоил что просто не поднимал лестницу а всю ночь бегал за лутом тело напомнило нам что мы хотели кого-то наконец-таки зарядить и мы начали мечтать что когда-нибудь кого-нибудь все-таки зарядим 25 сентября бегая по карте и натыкаясь на заряденные и заброшенные базы которые показывал в первой серии я понял что никого мы больше не зарядим и я начал уговаривать катища вместо рейда игроков зарядить крепость охотников мотивируя тем что там уж точно будет нормальный лут ну или как минимум уникальный а если повезет то даже найдем панель к этому времени мы активно варили алкоголь и у нас был неплохой запас молотовых которые помогли бы нам справиться со всеми дверями в крепость катища справедливо опасался что нас могут услышать другие игроки например тот же in и перехватить по дороге домой но я продолжал без ждать его вооружившись железные пословицей зубов бояться в лес не ходить ну и также напоминал ему наш рейд на крепость голышом с одними луками которые мы снимали на своем серваке да мы тогда снимали за несколько дублей но все же один у нас получился полностью без всяких загрузок так что шанс был тем более в этот раз у нас есть нормальное оружие пистолет дробовик винтовка а не только луки не удалось его говорить при условии что мы позаботимся хорошей защите поэтому весь оставшийся день мы посвятили крафту одежды и брони аптечки и пару свитеров у нас уже было а вот для крафта двух касок нам пришлось активно охотиться на пум и оленей мы потратили все запасы хлопка сухожилий и лишь к вечеру нам удалось собрать два полных комплекта одежды с апгрейдами до 2 уровня поэтому рейд мы запланировали провести на следующий день с утра а ночью я снова зашел в игру и решил наконец поднять базу чтобы зимой к ее полу не доставали топора примерно до четырех утра я возился с этой перестановкой помню у меня никак не получалось придумать удобный редизайн верхнего этажа я психовал пробовал другие варианты снова перестраивал нервничал я как будто чувствовал под конец в общем чате ко мне начал приставать какой-то джинкст кстати очень говорящий ник дословном переводе он означает слово сглазили сам глагол джинкс означает приносящие несчастье этот джинкс начал спрашивать торгу или я какими-нибудь ресурсами я ответил ему не сейчас и после его окей вышел из игры и пошел спать 26 сентября утром я обнаружил что тот ночной чувак таки меня сглазил меня встретила сообщение в дискорде от котища что нашу базу полностью зарядили и вынесли все наши ресурсы осталось только руда в нашем буре который был в отдельном домике под водой в нашей базе вынесли только железную дверь аккуратно так вряд ли у кого-то была взрывчатка на то время скорее всего очень долго долбили примерно с четырех утра когда я пошел спать и где-то почти до шести или семи утра так как котища заходил в игру когда еще не было 7 утра да и я рано проснулся когда я выходил в игре оставался тот глазливый джинкст и еще вроде пару человек но я не помню кто нам придется это выяснять но пока что мы были в эдаком шокированном состоянии и котища в сердцах даже высказался что больше на этом сервере не появится чтобы вы понимали мы к тому моменту очень неплохо развились как для двоих игроков у нас были довольно приличные запасы несколько полных стаков гвоздей по три сотни несколько стаков веревок очень много руды жемчуга оружейных деталей шестеренок и так далее я был самым заядлым рыбаком на сервере сотни полторы или больше одних только мелких рыбок и у нас был большой запас тоников и аптечек а с этим на сервере тоже дефицит у нас было два комплекта всех стандартных видов оружия а из продвинутого даже двустволка в общем очень много всего и все это мы разом потеряли не оружие не ресурсов даже грядки вы потрошены единственное что успокаивало это немало ставшихся технологий причем большинство уже с апгрейдами почему-то не забрали дорогущую посуду из плиты хотя крафтить ее действительно очень дорого особенно противень короче у меня также не было настроение дальше играть и я ушел завтракать после завтрака я понял что очень сильно не выспался и не смогу заниматься ничем полезным поэтому снова вернулся в игру и побежал добывать лук я плодотворно полутал ящики и руду и решил под конец забега зайти в березки и пофармить дерево как вдруг услышал а потом и увидел нечто странное я увидел того самого джинкста который рубал деревья в нашей одежде дальше я расскажу почему я так решила пока что я начал быстро прокручивать голове все варианты этой встречи каждым из этих вариантов я умирал поэтому я не стал тратить на них время а сразу напал первым джинский услышал как я подходил и моё нападение стало для него неожиданным он растерялся и запаниковал с одной стороны у меня как говорится упала планка невыспанность потеря всех ресурсов и встреча потенциального рейдера взвинтили мои нервы до предела с другой стороны мне было очень смешно этот приносящие несчастье был в полном комплекте прокачанной одежды каски и с оружием я же был в одних трусах из топором и это несчастье от меня трусливо убегала по-хорошему у меня еще был шанс остановиться тихонько спрятаться за скалой отползти и изберечь собранные за день ресурс этот чудик наверняка не услышал бы и продолжал бы убегать но я не мог остановиться если бы я выспался и если бы это было каким-нибудь другим утром они тем когда настолько зарядили то я бы конечно не стал нападать но сейчас я считал себя уже убитым так что мне нечего было терять я понимал что это ненадолго когда у него начнет заканчиваться стамина он тут же развернется и будет атаковать как вариант он мог забежать в воду где особо не поворачиваешься мне нужно было успеть что-нибудь сделать и нанести ему как можно больше урона до начала боя распрыжки мне все же удалось приблизиться и я даже смог его ранить но он тут же подлечился бинтами из быстрого доступа я же за счет этих прыжков быстрее израсходовал свою стамину и в итоге отстал убил он меня очень удачно хэдшоттер у меня в любом случае не было шансов так как сзади меня догонял охотник именно меня так как за моим противником он не погнался а выстрелив меня несколько раз по инерции тут же развернулся и убежал джинкс вернулся и забрал мой лут после этого он в общий чат меня обозвал не буду переводить что это значит английские ругательства часто имеют очень много значений и сильно зависят от контекста ситуации и намерений ругающегося не буду врать что я не был расстроен потерей лута но все же я был к этому готов и знал на что шоу несмотря на нервы и ситуацию я все же был доволен похоже что из-за своей трусости этот чудик побежал сразу домой и к банке и в итоге привел меня к своей базе теперь мне не нужно искать его и следить за ним теперь я знаю где его дом или возможно наши ресурсы так что спорный вопрос кто из нас тут лошара не знаю на что он рассчитывал если бы стамины хватило обоих до самого дома ведь он не успел бы них дверь забежать не тем более в люк залезть запись я отключил но прежде чем выйти из игры я возродился и написал ему что это он зарядил мою базу было интересно что он ответить но он ожидаемо послал меня и ответил что ничего не рейдил написал что теперь всегда будет убивать меня при встрече ну и дальше снова пошли угрозы и ругательства здесь я вышел из игры и вернулся уже спустя час или два а теперь я расскажу почему я назвал эту встречу странный и почему решил что на джинксте наша одежда в момент нашей встречи был сентябрь самое начало осени и было уже не так жарко но в любом случае это не важно потому что никто и никогда на этом сервере не бегает в полной одежде все бегают либо в трусах полностью раздетыми либо в начальных штанах которые бесплатно дают после возрождения напомню что здесь нет сохранения и загрузок поэтому очень легко потерять весь свой лут если тебя убьют а убить тебя может кто угодно звери охотники другие игроки после смерти ты появишься на другом конце карты либо в кровати на базе если покупал папы пока ты бежишь к своему рюкзачку после смерти его могут забрать другие игроки я и сам на такие натыкался также могут перегрузить сервер или вовсе его отключить на тех работ либо у тебя будут срочные дела и не будет времени добежать до рюкзака короче говоря никто не носит одежду так как крафтить ее дорого и долго хлопок сильный дефицит а потерять очень легко так вот нас зарядили и тут на утро после рейда я вижу чувака в точно таком же комплекте какие мы только что создали для рейда на крепость охотников у него могла быть одежда разного уровня его вместо свитера могла быть футболка но все было точно таким же как у нас зачем чуваку каско во время рубки дров так одевается только тот кому не жалко чужие вещи но и напомню что джинкс был тем кто точно оставался на сервере перед тем как нас зарядили конечно же я не поверил что это был не он несмотря на это мы все же не стали сбрасывать подозрения со всех остальных ну знаешь как это бывает тебя зарядили ты злой на весь мир подозреваешь всех и не доверяешь никому день был крайне неудачным мне повезло забить лося за деревом при этом рядом стоял и смотрел игрок позже я вспомнил его ник это был какой-то и викнер который в первой моей серии плыл под водой вверх ногами когда лось упал то викнер подошел к лосю я увидел что лось пропал и решил что это он его зовут а тут же я убил его топором голову но потом обнаружил что шкала жизни лося не пропал а значит лось остался но пропала его текстура и викнер тут ни при чем я заснял это все но случайно удалил поэтому на видео сейчас показываю другие подобные случаи которые у меня были ранее с лосями и оленей еще был похожий с волком но там было наоборот текстура волка была а шкалы его жизни не было какие возможности залутать и короче я понял что зря убил игрока и что с такими нервами играть нельзя поэтому в этот день я и в игру больше не заходил а расслаблялся в реале прохладительными и не очень напитками я думал что завязка получится очень короткой и уже следующие серии будет кульминация но когда начал ее делать то все затянулось и мне теперь придется разделить ее на пару серий но мне кажется это того стоит а вот чего не стоит так это слишком много всего пихать в одну серию так что продолжу в следующий спасибо за просмотр до встречи а